Бренд, забыла как называется, старая бабка, 90 лет. Как называется этот бренд? Все его любят в таких вот металлических, как флакончиках, их много-много-много разных всяких. Скалероз дело такое, понимаете? У кого весна, у кого скалероз, не важно, напишите мне внизу, может я сама вспомню. Привет, меня зовут Ксюша. Календарь говорит нам, что приближается весна. Но в Петербурге весна и лето и солнце это вообще нечастые гости, поэтому я не знаю, когда мы увидим весну, но так хочется ее приблизить. Что может приблизить весну, весеннее настроение, то, чего каждый человек ждет с нетерпением? Конечно же, духи, конечно же, парфюмерия, вне всякого сомнения. Потому что именно парфюмерия может окружить нас вот этим вот ореолом цветения, цветущих трав, пробивающейся травы, распускающейся листвы. И если это все никак не настает, мы можем сами приблизить эту пору. Первый аромат, который я хочу вам показать из 10 ароматов, которые покажу вам сегодня, это аромат Аквадепарма, который называется Blue Mediterraneo. Аромат об амалфитийском побережье, аромат об Италии, о морском бризе, о сочных цитрусовых. Казалось бы, но для меня этот аромат совершенно другой. Он у меня в пробнике, но у меня есть большое подозрение, что в этом году я все-таки решусь на его полноразмер, потому что я не раз и не раз к нему возвращаюсь. Для меня этот аромат пахнет пробивающейся листвой, пробивающейся травой, свежей крапивой. Вот такой вот ни с чем не сравнимый аромат вот этой вот свежей, теплой, немного нагретой земли, из которой пробиваются ростки, который бывает, по сути, только раз в году, весной. Вот именно такой вот для меня этот аромат. Вообще к бренду Аквадепарма отношусь с большим уважением. У меня есть ароматы в коллекции от этого бренда, но вот таких вот свежих, отчасти морских каких-то акватических ароматов у меня в коллекции нет, но уж больно мне нравится этот экземпляр. Он немножко замыливается, он немножко одеколонистый, немножко мужской такой становится в какой-то момент, но все же он мне бесконечно нравится и очень явно и четко ассоциируется с весной. Второй аромат, который я хочу вам показать, это аромат Эмбуш от Dana. Когда-то я очень любила этот бренд фанатично, после того, как познакомилась с ароматом Dana Taboo, и я приобрела тогда огромное количество экземпляров. В частности, я приобрела вот этот аромат, который по сути, по своей является одеколоном, потому что здесь нет пульверизатора, и вы выливаете в руку содержимое. Аромат этот относится к группе, по-моему, восточные, и база этого аромата, конечно же, об этом нам говорит, потому что там в основе есть и бобы тонка, и сандал, но я здесь чувствую пралине, и оно здесь есть в пирамиде. Это чудесные конфеты, чудесные, свежайшие, в прекрасной кондитерской. И я здесь чувствую ноты фруктов, которые заявлены в пирамиде. Это ноты киви и ноты, по-моему, папайи. Если они, может быть, маракуйя, но, по-моему, все-таки папайи. И у меня этот симбиоз вот этих вот нот вызывает вполне определенные ассоциации. Мне кажется, что я иду весенним днем мимо какой-то, знаете, станции метрополитена, где с одной стороны находится какая-то кондитерская, а по другую сторону находятся лотки с сезонными ягодами, которые только-только весной начинают продавать. И это вот такое незабываемое ощущение, когда еще зелени нет вокруг, когда еще снег лежит, вот ровно как сейчас. И ты идешь и видишь вот эти вот лотки с клубникой, с фруктами, и пахнет вот этой вот свежестью, казалось бы, которая зашла еще в гости совершенно случайно, еще ничего не говорит о приближении весны. Но вот эти вот ароматы и вот эти вот первые птенчики, первые ласточки весны уже говорят о том, что весна приближается. Вот почему-то стойко и явно этот аромат ассоциируется у меня именно с этим. Если мы говорим с вами о таких вот ароматах, которые пахнут фруктами и ассоциируются с сезонными фруктами и ягодами, то для меня это, безусловно, аромат Эден от Кошарель. Я использую его очень-очень редко и всегда это период межсезонья. То есть я не могу сказать, что для меня аромат Эден от Кошарель это аромат весны. Для меня это всегда аромат либо начала весны, либо начала осени. Дело в том, что в этом аромате есть две явные ноты, которые отсылают меня именно к данному времени года. Здесь есть мимоза и она очень ощутима, поэтому стойко для меня этот аромат ассоциируется с 8 марта. Ничего не могу с собой поделать. И здесь есть дыня и я также четко слышу эту ноту. Я, кстати, не очень люблю ноту дыни в парфюмерии, поэтому у меня с этими ароматами обычно дружба и не складывается. А дыня, соответственно, у нас продается в конце лета, в начале осени, в сентябре, в начале октября. Поэтому очень-очень стойко и явно всегда я использую этот аромат в начале весны, в мартовские праздники. Мне почему-то к нему так и тянет. И всегда я использую его в начале осени. К слову, это исключительно мои ассоциации. Конечно же, там невероятно богатая пирамида и аромат Кошарелли – это легенда. Глупо было бы его сводить только к дыне и мимозе и к таким простым ассоциациям. Знатоки, любители слышат гораздо более богатые какие-то картины. И их воображение разыгрывается куда ярче, чем мое. Но ассоциации, как я уже сказала, дело такое, ими невозможно управлять. Они возникают молниеносно за секунду. Поэтому я делюсь с вами исключительно своим опытом и своими впечатлениями. Заранее прошу прощения, если для вас эти ароматы сакральны, много значат, вызывают другие ассоциации. Потому что здесь все индивидуально. Если мы говорим о распускающихся каких-то почках, листочках, траве, то для меня это аромат Nature от Ифраше. Он попал ко мне случайно. Мне его подарили. И я не очень сначала оценила этот подарок. Он и оформлен, этот аромат, в таком вот стиле, в стиле лепесточка, листочка. И у этого парфюма достаточно мыльный аромат. Я бы сказала, очень даже мыльный. Он, по сути, пахнет, как вы знаете, мыло для рук. Причем кусковое мыло с какими-то растительными мотивами. Но мне этот аромат очень нравится. И именно весной. И почему-то я так комфортно себя чувствую вот в этот вот период межсезонья в нем, когда температура еще 4, 5, 6 градусов, еще относительно холодно. Он меня и как-то согревает. И он правильно раскрывается при такой температуре. И он же дарит ощущение свежести, чистоты. Вот некоторые спрашивают, Ксения, посоветуйте аромат чистой одежды, свежепостиранной одежды. Для меня это ровно такие вот ароматы. Не только потому, что там нота мыла и какого-то порошка слышится, а потому что это ароматы свежести, свежего воздуха. Когда весной как будто бы становится и небо выше, и воздух прозрачнее. Вот именно такие ассоциации вызывают у меня этот аромат. Хотя назвать его кристально свежим и чистым, конечно, невозможно. Но что поделать. Аромат, который я любила, любила и внезапно разлюбила. Это аромат Coco Mademoiselle от Chanel. Сколько я перевела этих духов, этого парфюма за свою жизнь. Как я любила этот аромат. И сейчас у меня остались вот остатки былого наследия, былой роскоши. Немножко во флаконе. Я очень-очень редко стала пользоваться этим ароматом. Не только потому, что он действительно очень часто звучит от разных женщин. Это неплохо, нехорошо, но это такой факт. Поэтому, конечно, он приедается, он надоедает. Ты его слышишь везде. Но любить его есть резон. Есть причины, почему можно этот аромат любить. И для меня это аромат весны. Почему-то. Вот совершенно неожиданно. Хотя не могу сказать, что что-то в пирамиде говорит об этом. Но у этого аромата очень специфический и очень узнаваемый шлейф. И в этом шлейфе есть одна такая кристальная, звенящая, переливающаяся нотка. Такая, знаете, у меня этот аромат еще ассоциируется с хрустальной люстрой, с подвесами почему-то. То есть такой, казалось бы, тяжелый, массивный, но с такими вот какими-то переливающимися элементами. Есть какая-то ассоциация с ветром в этом шлейфе. Какая-то ассоциация с какой-то прохладой, легким воздухом, с каким-то движением в атмосфере. Что-то в нем такое есть. Хотя, конечно, аромат по сути, по своей абсолютно такой классический, восточный, тяжелый, приземленный. Но именно вот эта вот нотка хрустальная как будто отрывает его от земли. И она мне чрезвычайно-чрезвычайно приятна. Расскажите мне об этом аромате, любите ли вы его или нет. И в какое время года вы его любите использовать. Аромат Жики от Герлен. Герлен тяжелый аромат во всех смыслах этого слова. Тяжелый для восприятия, тяжелый для понимания. Но это классика, это самые истоки дома Герлен. Нельзя не иметь в коллекции этот аромат, нельзя его не слушать, не вникать, не учиться. Я много уже вам говорила об этом аромате, рассказывала историю этого аромата. Он действительно весьма и весьма достоин. И по сути Жики это первый кожаный такой аромат. У меня этот аромат не в классическом флаконе, вот в таком вот, в сменном. То есть здесь можно вынимать и вставлять обратно, как это у духов называется, не рефил. Ну вы поняли меня, что я хочу сказать. Аромат почему сложен? В нем убойная доза лаванды. Это первое, что вы слышите. Сногсшибающая доза лаванды. Я такой лаванды не слышала нигде. И мне эта лаванда не нравится. У меня вообще с лавандой сложные отношения. Когда ее очень много, у меня начинает болеть голова. Вот даже сейчас я чуть-чуть услышала этот запах. У меня сразу защемило, зажало виски. Именно поэтому этот аромат для меня сложен. В этом же аромате невероятная анималика. Анималика на грани плохого запаха, зловонного какого-то. Может быть исключительно потому, что такая версия у меня. Да, все версии, они отличаются. Вы знаете, первая ассоциация, которая у меня была с этим ароматом, я, по-моему, даже это писала на фрагрантике. Это освежитель лавандового воздуха, обильно орошенный в общественном туалете. Вот скажу вам честно, это была первая ассоциация, когда я только открыла этот аромат. Конечно, он у меня уже много лет, он отстоялся. Эти мерзкие ноты ушли, потому что он помимо анималистичных нот, не в кадре будет сказано, но еще имел нотки мочи. Это было вот когда я, он только-только ко мне пришел много лет назад. Сейчас эта нотка ушла, и я могу им пользоваться. И пользоваться я этим ароматом могу исключительно весной. Именно по причине наличия вот этих вот анималистичных нот. Сейчас этот аромат не вызывает у меня таких гнусных ассоциаций, конечно же, ни с каким общественным туалетом, но анималистичная нота, она делает свое дело. И вы знаете, этот аромат для меня сейчас пахнет талым снегом, нагревающейся землей. Извините, да, но из песни слов не выкинешь в наших реалиях экскрементами какими-то, которые тоже тают вместе с этим снегом. Тут же какой-то запах пробивающийся, может быть, травы, легкий какой-то цветочный запах. Может быть, уже успели одуванчики показать свои желтые глазки. Вот чем-то таким он для меня и пахнет. Таким тяжелым, не всегда приятным запахом. Но в то же время я люблю его использовать весной, именно вот в этот короткий период года, когда он очень органично, когда сливается вот с этой окружающей действительностью, и она становится для меня более прекрасна. И я не могу сказать, что этот аромат вызывает у меня какие-то мрачные мысли и мрачные ассоциации. Он по-своему прекрасен. Хотя для моего понимания, еще раз повторюсь, он очень-очень сложен. Но, безусловно, это парфюмерная легенда, потрясающая. И, конечно, я уверена и я точно знаю, что этот аромат, таким, каким он был раньше, он так не звучал. А этот аромат вы у меня уже видели. Это Clinique Aromatics in White. У них есть Aromatics in Black, есть и классический аромат, Aromatics Elixir. И я обожаю эти ароматы. Вы знаете, я преданный фанат этих шипров. Они меня просто взяли из свой плен раз и навсегда. Но есть среди них один вот такой вот белый аромат, потрясающий флакон, который совершенно четко для меня ассоциируется с весной. И если зимой я использую классическую версию эликсира, если такой поздней осенью я люблю Aromatics in Black, потому что там какие-то сухофрукты, что-то такое осеннее, то это однозначно весна, конечно же, для меня. Ой, божественный аромат. Божественный. Он пахнет свободой. Как будто вы вышли на крыльцо весной, и вы набрали вот этого воздуха в грудь, и вы чувствуете, да, идет весна, неминуемо она идет. Он тоже имеет вот этот легкий кристальный какой-то звенящий шлейф. Как будто растаяли уже сосульки, растаял снег, но еще маленькие-маленькие лединки на асфальте поблескивают. И вы выходите на крыльцо утром, и выходите и видите, что иней вот этот поблескивает. На траве, может быть, на молодой, или, может быть, на почве. То есть это уже не снег, но еще и не приход весны. Вот именно этим аромат для меня и пахнет. Он пахнет для меня ощущением счастья, которое неминуемо несет нам весна и солнце. Обожаю этот аромат. Он продается. До сих пор он продается, по-моему, и в Ревгоше. Подойдите, послушайте, обязательно нанесите. Походите с ним. Он волшебный. Есть у меня аромат от бренда Монсера. Вы меня часто спрашиваете и про бренд Монсера, и про бренд... Забыла, как называется старая бабка, 90 лет. Как называется этот бренд? Все его любят в таких вот металлических, как флакончиках, их много-много-много разных всяких. Скалероз – дело такое, понимаете? У кого весна, у кого скалероз, не важно, напишите мне внизу, может, я сама вспомню. Это аромат Монсера, который называется Wild Rose Oud. 60 миллилитров. Аромат убийцы окружающих, потому что одного распыления хватает, чтобы просто заполнить, мне кажется, целый ангар. Он, наверное, пахнет удом, но я его здесь не чувствую. Он очень химозный, как все ароматы этих брендов. Почему я не ценитель этих брендов? К сожалению, они для меня очень какие-то слишком понятные, не вызывают никаких ассоциаций. Очень химозные, очень настойчивые. Но они хорошо раскрываются весной и вообще в межсезонье, когда это не жара, потому что в жару он просто убьет, мне кажется, любого. Это не должна быть зима и холод, потому что он скукоживается при холодной температуре. А вот именно при такой температуре, при такой погоде, он звучит очень даже неплохо, эти ароматы. И мне кажется, это единственный уместный сезон, когда можно позволить себе наносить такой аромат. Уж очень агрессивный какой-то, прямой, напористый. Но у него красивый шлейф, и этот аромат привлекает внимание. И когда на мне этот аромат люди начинают сразу спрашивать, а что это, а что это, конечно, эти ароматы не похожи на произведения парфюмерного искусства. Они похожи на очень продуманные и коммерчески правильные ароматы. Вот что я хочу сказать. Они, безусловно, заслуживают свое место на полке, потому что есть люди, и всегда будут люди, которые будут их любить, потому что все в этих ароматах выверено настолько, чтобы вы обязательно его купили. Все потребительские запросы классические в этих ароматах есть. Он стойкий, он убойный, он шлейфовый, он узнаваемый, он дорогой, и так далее, и так далее, и так далее. Кто любит такие ароматы, кто мечтает о сногсшибательном шлейфе, чтобы убить вообще всех окружающих, чтобы наверняка все знали, что это Таня, Ксюша, Маня пришла на работу, 100% вам нужно обратить внимание на этот аромат. Аромат Луа от Ксерджов. Уже я вам показывала его не раз, по-моему, даже. Аромат, который ассоциируется у меня и с весной, и с летом. Я покупала его себе на день рождения, поэтому, конечно же, он у меня ассоциируется с летом. Летом у меня день рождения. Сложный аромат. Хотя, казалось бы, и фруктовый, и дыня, по-моему, там есть. И я чувствую здесь какие-то нотки сена. То есть он вроде как бы немножко должен быть и каким-то осенним. Но он так хорош в период межсезонья, он так играет, он такой становится какой-то правильный, потому что при жаркой температуре и при холодной температуре он начинает выдавать на мне ноты, которые мне очень не нравятся, категорически не нравятся. Ноты каких-то мерзких химозных фруктов. В какой-то момент, особенно если жарко, он становится таким удушающим. Просто хочется помыться скорее, 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 чтобы его снять. И только вот этот вот период межсезонья, весны, какого-то еще не жаркого и не холодного воздуха, прозрачного воздуха, звенящего воздуха, вдруг он начинает очень красиво звучать. Как будто, знаете, первые подснежники вышли. Вот такая вот ассоциация. Но аромат очень сложный, он не простачок. Поэтому, если будете его тестировать, тестируйте. Я к нему делала несколько подходов. Я не могла решить, нравится он мне или нет. В какой-то период это было просто отвратительно. В какой-то период я думала, о боже, боже, как это прекрасно, мне он срочно нужен. Поэтому разнашивайте его, тестируйте, несколько раз подходите к корнеру, смотрите, анализируйте, читайте. Потому что впечатления тоже у всех людей очень разные. Но однозначно могу его посоветовать к рассмотрению. Хотя бы, чтобы вы рассмотрели этот аромат, как один из спутников этой весны. И последний аромат, который я хочу вам показать, он для меня самый весенний. Этот аромат самый свежий в моей коллекции. Я имею в виду, что я купила его, по-моему, самым последним из того, что у меня было. Купила я его зимой, в январе. И когда я послушала этот аромат, я поняла, что я буду встречать с ним весну. «Однозначно он для меня пахнет весной». Я давно слышала об этом аромате. Конечно же, это легендарная поэма от Lancome. Я очень часто подходила к этому аромату, пыталась его понять. Но, видимо, не доросла, не понимала. Может быть, что-то изменилось, потому что у меня это не винтаж, а новодел. Какие-то ноты, может быть, другие. Но вдруг я поняла, что да, я хочу. На меня консультант в магазине смотрел просто как на очумелую. То есть, видимо, все-таки молодые женщины такие ароматы у них не покупают. Покупают те женщины, которые выросли с этими ароматами. Мне так показалось, потому что она так смотрела на меня несколько странно. Господи, какой это прекрасный аромат. Это нечто невообразимое. Это какая-то красота. Если это такая красота сейчас у новодела, то какая же была эта красота раньше, изначально? Это вальс цветов. Это невообразимо. Он вас кружит, кружит. И это что-то потрясающее. Мне не хватает слов, чтобы описать этот аромат. Там есть возможные цветы. Он относится к группе цветочной. Создан он достаточно давно, в 95-м году. Парфюмер его, если я не ошибаюсь, Жак Кавальер. И у него цветочных нот очень много. Очень много всевозможных цветов. И мимоза та же самая. И флёрд оранж. И ваниль. И роза. И мак. И тубероза. И цветок ванили. И еще что-то, что-то, что-то. Но это вальс цветов. Это невообразимо. Я так хотела купить себе цветочный аромат. Но на мне все цветочные ароматы, к сожалению, в какой-то момент начинают очень плохо звучать. Особенно, если это ароматы белых цветов. И особенно, если там есть лилия. Гарантированно, на мне через какое-то время все это начинает пахнуть общественным туалетом каким-то. Что я все про туалет сегодня. Кошмар какой-то. Господи, воспитанный человек. Ой, это невообразимо. Я не хочу разбирать этот аромат. Это вальс цветов. Когда я слышу этот аромат, я представляю женщину невообразимой красоты, у которой платье соткано из цветов. Понимаете? И она кружится, кружится, кружится в вальсе. И вот эти вот подолы ее платья разлетаются, разлетаются, разлетаются по воздуху. И все окружающие чувствуют вдруг вот эту волну цветочного аромата, которая их захлестывает. Это невообразимой красоты аромат. И, конечно же, он совершенно весенний. Это аромат, который просто буквально приближает весну. Который не просто ее приближает, а он и есть сама весна. То есть это квинтэссенция весны для меня. Расскажите мне, любите ли вы этот аромат. Может быть, вы знаете его с более молодых лет. Может быть, вы тоже только открыли его. Может быть, вы после этого видео пойдете, послушаете и скажете мне свое мнение. Для меня будет это очень-очень важно и интересно. Это мои весенние ароматы. Те ароматы, которые есть в моей коллекции. Конечно, ароматы весны, они для каждого свои. И это здорово, что мы все разные, что мы можем обмениваться опытом, делиться впечатлениями. Потому что, еще раз повторюсь, раз и навсегда парфюмерия – это для меня впечатление. А как говорил Чичваркин, ни за что так много не готов платить человек, как за впечатление. Поэтому парфюмерия для меня, и я думаю, до конца моих дней – это бесконечная бездна впечатлений. Поделитесь своими впечатлениями, что для вас ароматы весны, какие вы ароматы выбираете именно в этот сезон, и которые стойко ассоциируются у вас именно с этим временем года. Я с удовольствием почитаю ваши отзывы и комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.